В здании общежития номер один, принадлежащего Карагандинскому индустриальному университету, сотрудниками УЧС города Тимиртау, при проверке были выявлены ряд нарушений правил пожарной безопасности. В перечень нарушений вошли семь пунктов, которые могут стать причиной массовой гибели людей при пожаре. 1 октября все замечания по эксплуатации общежития были рассмотрены в областном суде. Основной глобальный вопрос – это отсутствие автоматической пожарной сигнализации на данных объектах. То есть они не выполнены в полном объеме, либо частично. Это и послужило основанием для приостановки эксплуатации данных объектов. На данный момент решение постановления суда уже есть, то есть они вступили в законную силу, но сейчас наряду с этим все равно продолжается эта эксплуатация. То есть, получается, всю ответственность берет непосредственно на себя первый руководитель. Этот пожар в торговом доме одежда потряс весь город. Из-за нарушений правил пожарной безопасности предприниматели понесли убытки на миллиарды тенге. Его участь может в любой момент повторить торговый дом Аян-Пассаж, который уже несколько лет эксплуатируется без разрешения пожарных. В здании практически отсутствуют пути эвакуации, отсутствует система дымоудаления. У нас сейчас в данном случае эксплуатируется торговый дом Аян-Пассаж. Он официально закрыт также решением Международным экономическим судом города Караганды о пристановке эксплуатации объекта, так как там ряд нарушений правил пожарной безопасности не соблюдается и не выполняется. Следить за тем, как выполняется решение суда, должны судоисполнители города Тимиртау. Но пока на закрытие опасного для жизни людей торгового дома они настаивать не спешат. Говорят, что решение суда по торговому дому им еще не поступило. А пожарные службы уже выявили ряд несоответствий пожарной безопасности в торговом доме ЕСДАУЛЕТ, на руководство которого уже подан иск в суд. В целом же за 2013 год пожарными были поданы 18 исковых заявлений на нарушителей противопожарной безопасности. На сегодня 8 из них находятся на рассмотрении в суде. Анна Калинина, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.